привет чуваки с вами говно да да не удивляйтесь с вами говно 007 и сегодня в этом ролике я продолжу цикл рассказов о 90-х о форсовщиках и о том как я жил в 90-е годы многие задают мне вопросы по этому значит циклу уже спрашивают значит подписчики на какой тачке я ездил куда деньги девал вот но я сейчас так вот делаю эти циклы рассказываю об этом походу вот в коментах и пишите я буду как раз этот цикл продолжать как раз все нормально у нас как бы получается как бы сотрудничество ну на машину накопил быстро в принципе мне было 20 лет вот один подписчик пишет что у тебя уже в 20 лет была машина типа круто да у меня в 20 лет чуваки уже уже была машина даже еще не прошло и наверное полгода как после того как я начал работать в пивнухе еще полгода не прошло как я уже купил себе автомобиль ну не новый правда поддержанный и не мерседес не бмв конечно я не буду здесь врать что я был такой крутой чувак и ездил там нам на мерси нет у меня была шестилетняя обычная жигули шестерка машина вот на таком жигуле я ездил прав у меня не было я вот ездил без прав и каждый раз когда меня менты останавливали и я всегда им давал 10 рублей и они всегда брали и вообще и даже еще предупреждали что если повернешь направо там тоже наши стоят поэтому же давай езжай чувак налево представляете то есть в этом плане конечно ну просто мне даже была история один раз я ездил без номеров правил не знал молодой был дурной ездил под красный ну не знал я правил конечно нашу под красный не надо ехать но все равно как бы ехал думаю машин нету чего поеду но как-то раз вот красный светофор проехал да и за мной погнались менты причем менты были не на ментовской тачке они ровно сзади меня ехали они были на москвиче таком на цивильном и короче они за мной гоняли гоняли а я там по району ездил по местным подворотням я как бы все 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 знал эти все подворотния но они мне все равно догнали на москвиче потому что у меня в машине это самое там свечи барахлили что-то у меня там с машины не то было она не разгонялась нормально что-то у меня там поломалась и они на своем сраном москвиче все равно меня догнали но я думал ну все мне хана короче представляете еду на машине которая на меня не оформлена только бумажка дарственная что мне подарили без номеров под красный свет и без прав казалось бы да ну все ну жопа мы швеции за такое бы точно жопа была значит они значит все говорят все чувак ты залетел типа давай все я горячу ким может можно ну договориться а сам думаю какое там договориться куда что-то мне потребуют за такое пол лимона наверное но не так раз так чуть-чуть притихли так а как ты хочешь договориться ну давайте я типа с вами расплачусь типа ну нарушил виноват давайте расплачусь они раз так пошли так пошу шукались два мента подходят и говорят мне полтинник 50 рублей тогда еще не было таких понятий что полтинник это 50 долларов тогда это еще были на начало девяностых полтинник был полтинник в рублях я говорю полтинник а сам думаю полтинник да я за такую херню это ж нихера и я так не знаю почему у меня хватило наглости им сказать чуваки у меня нету полтинника у меня только чирик ну я не знаю почему я так сказал хотя я им готов был не то что полтинник я им 300 рублей за такое бы дал но я вот сказал вот так вот да у меня только вот чирик есть они переглянулись пошептались и говорят типа окей вот тут я вообще охренел ну просто охренел кстати потом я еще несколько раз там нарушал под кирпич ехал еще куда-то ехал и эти менты видно они были прикреплены к этому району к нашему они все время на этом москвичей ездили и несколько раз я к ним попадался я им сразу так они так подходят такая старый знакомый я им сразу так чирик давал они так брали так сразу так все так давай пока типа вообще просто времена были ну охренеть да там с ментами еще было много всякой херни потому что я ездил без номеров меня тормозили постоянно а почему без номеров ездил я я сам не знаю короче молодой был дурной ну ладно чуваки так вот что я хотел еще сказать то про про машину вроде уже рассказал да что у меня была тачка причем да вот пидарястый вонючий как только купил тачку в первый день поставил своем в этом в дворе в колодце и лох был короче выхожу на утро у меня дворников нет уже дворники сперли представляете в швеции такого маразма нету а в россии в ссср в 90-е там то есть кто имел машину вышел выходишь из машины там магазин поссать еще куда-то на пять минут все снимали дворники или там например нету дождя то сразу снимали дворники и ложили в бардачок все тачки ездили без дворников только когда дождь был они одевали эти дворники представляете какие времена были я не знаю может сейчас в россии то же самое не знаю но в швеции швеции такого точно дурдома нету дворники снимать это же вообще охренеть вообще я так вспоминаю так весело просто и чуваки лоханулся и от дворники стырили вот потом многие спрашивают куда я одевал бабосы свои да ну куда я девал не знаю так ходил по кафешкам там девушкам цветы дарил там туда-сюда но вообще я как бы начал увлекаться так постепенно начал увлекаться и ну искусством и антиквариат поэтому когда у меня уже были бабосы когда уже там машина была когда я был одет обут одет обут я был очень хорошо потому что там форсовщики они мне приносили там джинсы куртки футболки всего-то было навалом из нашу с обувью были проблемы у меня размер очень большой обувь была проблема достать от джинсы куртки и футболки маечки это все приносили мне они все это у фирмы там как-то покупали вы купали меняли поэтому я был одет как настоящая фирма кстати все форсовщики вот наши были одеты не не хуже чем иностранцы да даже лучше были одеты потому что они действительно вот форсовщики у них есть вкус они меняли там покупали самое лучшее у нас швецы вот например шведы лохи лохами ходят многих форсовщиков у нас их не отличить от иностранца они по-фински могли говорить и по-английски и по-немецки и вообще ходили вот такие вот русские чуваки а на вид как будто бы иностранец поэтому там было в принципе сложно их взять за жопу это еще вам буду рассказывать много этих приколов так вот я же забыл от тем отвлекся начал интересоваться антиквариатом и начал скупать антиквариат фарфор иконы картины старинные и кое-что оставлял себе кое-что продавал вот вообще конечно у меня была была очень большая коллекция икон чуваки очень большая ну конечно мне какие-то рублевские иконы да но все равно иконы были очень хорошие к сожалению мне не удалось перевезти это все сюда вернее не то что не удалось когда я понял что мне это не удастся мне пришлось эту коллекцию перед отъездом продать я оставил только одну икону когда еще моя мамаша жила в питере и эту икону мне потом через много-много-много лет контрабандным путем привезли сюда в швецию единственную икону которую я привез в швецию и которая у меня осталась с тех времен я вам ее когда-нибудь покажу она у меня есть но надо сделать поэтому отдельную передачу она не очень ценна эта икона у меня были иконы получше но риск был слишком большой контрабандно перевозить хорошие иконы сюда у меня не было таких связей я взял иконку поменьше и которая с которым не была определенная история с этой иконы но если бы даже она пропала то ладно как бы то есть пропала и пропала до при перевозке контрабандной но к счастью она не пропала она у меня все-таки довезли мне эту икону потом сделаю отдельную передачу вот в общем я вот так вот начал увлекаться антиквариатом искусством ходил по музеям по выставкам и развивал так сказать свое интеллектуально искусствиальное мышление так сказать если можно так сказать не знаю извините меня за мою корявую речь потому что я говорю я очень коряво поэтому кто смотрит меня тот знает что корявая но следующем уже наверно ролики расскажу вам конкретно про некоторых форсовщиках поименно кто кем был кто как работал и все такое то есть пишите в комментах задавайте вопросы и мы разговем эту тему интересная тема мне кстати самому понравилась тема тема про воспоминания а